Гости из Монголии били в бубны и угощали всех народными напитками в Кемеровском музее этнографии. Так они презентовали книгу о своей стране. Двухтомник, правда, написали наши земляки, ученые из КемГУ. Полина Романова расскажет подробнее. Необычайное театральное представление с костюмами монгольской народности, юртами из дерева и традициями гостеприимства разыграли перед публикой сотрудники и гости музея археологии, этнографии и экологии Сибири. Сегодня в музее прошла презентация двух первых томов книги «Очерки Западной Монголии». Это итоги пятилетних исследований на территории Монголии и ближайших земель. Пять человек во главе с профессором кафедры археологии КемГУ Валерием Кемиевым ежегодно осваивают дикие степи. Обследовать памятники археологии, другие памятники наследия вдоль границы Западной Монголии и обследовать памятники с нашей страны, территории Тувы и Горного Алтая. Ну и сравнить между собой и посмотреть, как развивается это культурное взаимодействие между народами российского и монгольского Алтая. Монголия уже многие годы является нескончаемым источником для изучения. Традиции, быт, язык – интересно все. Но, к сожалению, трудов по исследованию южной границы немного. Этим-то и цены работы наших ученых. Дмитрий Ушаков, кандидат философских наук Новосибирского академгородка, с 2007 года занимается изучением социально-этнических проблем Монголии. Не раз ездил в экспедиции, также является соавтором очерков. Из последней поездки привез ароматный монгольский табак. Говорит, философская ароматерапия. Сама Монголия, формирование ее нашим государством, начиная с Николая II, это было приурочено к тому, чтобы защитить наши южные рубежи от влияния Китая. И создавалось это государство очень тяжело, очень сложная там история была. Гости, которые приняли участие в импровизированном представлении, с радостью выполняли возложенные на них обязанности. Шумели, били в бубен, угощали священным напитком. Сегодня вот как раз презентация книги идет, значит, да, по материалам, значит, это экспедиция по Монголии, значит, да. И поэтому я в этой экспедиции в свое время тоже был, значит, как раз начинал и так далее. И поэтому сегодня я никак не мог не приехать сюда. Как, значит, это у друзей презентация книги, допустим, да, именно по местам. Тем более, значит, это, что мы-то, наши предки, это выходцы-то, между прочим, из территории Монгольска. Монголия не только прекрасная древняя страна, но и наш стратегически важный сосед. И поэтому ученые стремятся восстановить те дружеские отношения, которые были разрушены в годы перестройки. Полина Романова, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города. Правительством России и включено в календарь мероприятий. Планируется, что в канун главного праздника Кузбасса, Дня Шахтера, в Новокузнецк съедутся около 400 спортсменов со всей страны, чтобы побороться в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе. Это очень почетно. И это нужно даже для нас самих, потому что это будет служить развитию инвалидного спорта у нас в Кузбассе. Развитие массового инвалидного спорта. А из массового уже будут, конечно же, разрождаться и воспитывать те люди, которые будут выступать на паралимпиадах. В Олимпиадах. Битва двух аутсайдеров в турнирной таблице. Новокузнецкий «Металлург» в очередном матче континентальной хоккейной лиги встретился с омским клубом «Авангард». На протяжении встречи хозяева то вырывались вперед, то оставались далеко позади. О том, с каким результатом она завершилась, расскажут мои коллеги. Новокузнецкий «Металлург» скатился до нижнего уровня лиги. Казалось, отступать уже некуда, когда на лед дворца спорта приземлились омские ястребы. «Авангард» – клуб с богатой историей, потенциальный фаворит с сильнейшими игроками в составе. Несмотря на все регалии, крылатые хищники промахнулись 9 раз подряд. И сегодняшний матч не стал исключением. Столивары открыли счет уже в начале встречи. «Сейчас у нас очень тяжелый календарь. Мы играем 15 матчей в месяц. Играть за игрой невозможно потренировать, невозможно готовить команду лучше. Но перестали просто выполнять задачу, перестали играть по системе. Не знаю, почему никто там сидел и не проигрывал. Не знаю, с чем это случилось». И все же эту битву нельзя назвать вялой. Ястребы то парили над «Металлургом» с большим расстоянием в счете 3-1, то стремительно опускались вниз. В отчаянной хватке хозяева сумели приручить хищников и максимально приблизить победу. А предводитель Столиваров капитан Алексей Косауров вывел команду вперед. Непростой поединок завершился со счетом 4-3 в пользу хозяев. «Это моя первая победа как главного тренера в КХЛ. А по игре хотел бы сказать, что да, ребята после 3-1, когда мы проигрывали, не остановились. Они ледли на ворота, старались, вытаскивали из себя все, что могли. Поэтому фортуна, как сказал тренер гостей, фортуна нам повернулась». Смена тренера все-таки дала положительный результат, и «Металлург» забрал заветные 3 очка. Эта победа прервала серию из 14 проигрышей подряд. Работа над ошибками в самом разгаре. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Волейбольный Кузбасс ставит задачи на новый сезон. Уже в эту субботу Кемеровский клуб начнет выступление в чемпионате российской суперлигии матчем против московского «Динамо». Сегодня на традиционной пресс-конференции руководство, главный тренер и капитан команды поделились спортивными планами. Подробности в сюжете Татьяны Савельевой. Капитан Кузбасса Сергей Макаров без преувеличения самый опытный и титулованный игрок в составе Кемеровского клуба в этом сезоне. Но даже несмотря на титулы регалий, связующий признается, перед стартом регулярного чемпионата легкий мандраж у него есть. К примеру, сегодня Макаров проснулся в 5 утра, потому что ему приснился сон, в котором он проспал игру. По словам капитана, вести команду в бой – дело серьезное. Я должен быть мотором, и в этом, конечно, есть какая-то сложность. Мне бы, вроде, может быть и самому там где-то чуть передохнуть или что-то, но нет, это огромная ответственность. Это не сложно, это огромная ответственность. И в любом случае мне, как капитану, и как последующему придется отвечать за результат перед руководством клуба. В этом межсезонье состав Кузбасса претерпел кардинальные изменения. Теперь на площадке в роли ключевых игроков в основном новички, имена которых в волейбольном мире звучат весомо. Компанию Макарову составили Маркус Нильсон, Эрвин Гапет и Грюдин. По словам руководства клуба на сегодняшний день, уровень Суперлиги настолько высок, что претендентов на медали, а тем более на выход в плей-офф, более чем достаточно. И все сильные, как на подбор. Мы ставим себе задачу 5-е, 8-е место. Но не ниже 8-го, так скажем. Не ниже 8-го места. Потому что наша задача, это задача максимума подания 5-е место, это Еврокубки. 6-е, 7-е, это для нас поступательное движение вперед. Наставник команды Эрик Нагапет перед началом чемпионата всех карт не раскрывает. Конечно, в стартовом составе Кузбасса кемеровский болельщик обязательно увидит лидеров. А вот предсказать исход матча вряд ли кто-то решится. С командой я работаю с августа месяца. Мы тренировались и надеюсь, что мы покажем все самое лучшее в матче с московским «Динамо». Это команда, с которой нелегко играть. Мне бы хотелось, чтобы наша команда боролась до самого конца и показала свою лучшую игру. До старта чемпионата Суперлиги остаются считанные дни. Уже 26 октября болельщики займут места на трибунах спортивного комплекса «Арена», чтобы уже в новом сезоне поболеть за свой любимый клуб «Кемеровский Кузбасс». Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города. На этом у нас все. Оставайтесь на телеканале «Мой город». Смотрите выпуски новостей в прямом эфире каждый будний день в 16.21 час. До встречи. Чистый воздух, красивая природа и никакой городской суеты. Уникальный уголок расположился недалеко от Кемерово, всего в 60 километрах, рядом с деревней Калинкино Промышленовского района. Загородный комплекс «Березовый уют» – единственный в Кузбассе филиал Хакасского фитоцентра Просковья. Здесь можно набраться сил всего за 10 дней, не выезжая за пределы Кузбасса. Анатолий Терехов, ветеран Великой Отечественной войны, специально приехал из областного центра на оздоровительный курс фитотерапии. В моем бодрости много болячек, но главное, что я, как говорится, чувствую здесь дома, очень много гуляю здесь, березу и роща. Я чувствую, что я получил то, что я хотел получить. Процедура фитожара проводится в бочках из 300-летнего сибирского кедра. Купаж из 50 трав превращается в пароконцентрат и оказывает комплексное воздействие. Выводит шлаки и токсины. А полезные вещества фитопара, наоборот, проникают в организм. Для этого в бочке нужно посидеть от 10 до 15 минут. Можно выбрать сосудистый или суставной сборы. Полина Мелешкова оценила все плюсы уникальной авторской методики, известной хакасской целительнице Просковьей Лосевской. Ощущения практически те же самые, что в сауне, но голова не чувствует ничего, поэтому свежесть в голове и ощущение жара, тело расслабляется. Для усиления оздоровительного эффекта после процедуры фитожара обязательно проводится втирание в тело зверобойного масла и авторского бальзама Лоспро, который содержит полезные вещества полусотни целебных трав. А еще вам обязательно предложат настойный на травах чай «Имунная защита». У нас можно приобрести травы и сборы трав, приобретенные, собранные в экологически чистых районах Акасии. От многих заболеваний, и сосудистых много, при гипертонической болезни, при заболеваниях крови, почвенно-каменная болезнь, пилонефрит, язвенные болезни, гастриты. Недавно в фитоцентре «Березовый уют» появилась солевая комната. Полезный микроклимат спиля камеры обеспечивает профилактику гриппа, астмы, бронхита и кожных заболеваний. За проживание в «Березовом уюте» можно не беспокоиться. Здесь есть гостиницы, в которой можно с комфортом провести несколько дней. Уютные одно-, двух- и трехместные номера питания по системе «Шведский стол» и вежливый персонал оставят приятные впечатления об отдыхе. Более подробную информацию смотрите на сайте www.kalinkino.ru и уточняйте по телефону в Кемерове. 8-384-2-68-08-53 Машинстор и Филиссатти. Серьез и надолго!